Приветствую зрителей, Леонид Катвицкий. Сегодня тема йоги, применительно конкретно к медицине, к медицине, к ее эффекту на здоровье. Спрашивают периодически, так, потому что различные упражнения смотрят, как я показываю на канале. В частности, недавно под упражнениями для суставов, которые я показывал, спросили о йоге. И под упражнениями для кардио-тренировок, для функционала, да, тоже спрашивали насчет йоги. Значит, что хочу сказать. Сам йогой увлекался еще с времен Советского Союза. Я старый, тогда это было что-то такое, про йогу знали только, что это, вот там они могут по гвоздям ходить, по стеклу, по огню, там, знаете, это было что-то такое таинственное, ужасное. Но мне тогда родители где-то раздобыли такую целую книжечку из факсовых листов, как я потом понял, что это уже со временем понял, что это факс. Где-то там по факсу была передана целая книга, напишена нашим нормальным, ну, не по-индийски, не по-английски, так, украинским языком эта книга была расписана. И там была в основном хатха-йога, пранаяма и общее обозрение различных видов йоги. И масса этих всех поз, подробное описание дыхательных упражнений. Я тогда этим всем увлекся. В лотос я и сейчас могу, если разомнусь, сесть. Вот. И еще там некоторые позы. Но увлекался некоторое время, так, пробовал то-то, то-то, дыхательные упражнения пробовал. Вот. Для меня тогда это еще было толчком, что я сел на вегетарианство, тоже начитавшись этих и еще некоторых книг. Там про вегетарианство, про его пользу. На данный момент я и не вегетарианец. Йогой там, некоторыми только позами пользуюсь. Я показывал, в частности, для позвоночника, разные полезные упражнения. А в целом, в целом, я хочу рассмотреть ее медицинский аспект. Особенно то, что влияние на продолжительность жизни, на старение. Вот такой момент. Потому что понятно, что если некоторое упражнение для спины, для больной спины полезно, значит пробуй его, помогай, делай. Тут даже и философствовать нечего. Надо пробовать. Просто пробуй. Естественно, не те упражнения, где ты закручиваешься в диких позах, что из спины просто стопор получается. Это не будет лечебным упражнением при болях в спине, при каких-то серьезных грыжах, протрузиях. Но есть различные упражнения, помельче, которые можно использовать. Они полезны. Пробуй, делай, помогло. Вот и хорошо. А вот влияние на продолжительность жизни, удлинение жизни, торможение, старение. Вот это уже вопрос более серьезный. Значит, давайте так. Первое, что скажу. Йога была основана на тогдашних примитивных представлениях людей о старении. В таких визуальных примитивных понятиях, как у многих, кстати, кто с наукой и с медициной не знакомы сейчас. То есть, например, человек с возрастом становится все менее подвижным, менее гибким. Значит, логика. Надо его делать гибким, растягивать, развивать. Как можно больше работать над гибкостью. И человек будет становиться моложе и будет жить долго. Простая такая логика, да? Вроде бы логично, вроде бы просто. Далее. Человек с возрастом все больше усыхает. Так, усыхает. Вот. Становится морщинистым. Меньше в объемах и так далее. Значит, что надо пить как можно больше воды. Так, литрами пить воду. Побольше, побольше пить воды. Так. И человек не так будет быстро усыхать и сможет дольше жить. Будет здоровее, моложе и дольше жить. Это лишь примеры таких вот примитивных утверждений. Например, давайте поговорим о гибкости. Так. Гибкость, конечно, нужна. Так. Когда человек совсем закостенелый и не может ни повернуться, ни шевельнуться. Никаких упражнений для своего развития не делает. Вот. То, конечно, это для него же и хуже. Так. Если человек элементарно может поскользнуться на бок, упасть и все. Он уже ногу сломал, он уже ребра себе поломал и так далее. При совсем небольшом падении. Вот. Просто из-за того, что не хватает гибкости. Так. Не хватает нагрузки на суставы, чтобы суставы были пружинистыми и так далее. Хорошо, если есть гибкость. Ее надо развивать. Но повлияет ли это на именно длительность жизни? Омолодит ли это человека? Как сейчас дошла наука в последние десятилетия медицинское, что вот эти отложения кальция в позвонках, в суставах, в сухожилиях, связках. Почему теряется гибкость? Потому что связки сухожилия становятся жестче и жестче и жестче. С возрастом, начиная уже с новорожденного ребенка, они вообще такие, что их можно и позакручивать, там им ничего не будет. Не значит, что надо пробовать. Но они очень гибкие. И уже с каждым годом гибкость теряется, теряется, теряется. Почему? И уменьшит ли это то, что делать растяжки? Так вот, это защитный механизм от старения. Даже не от старения, а защитный механизм организма, чтобы приспособиться к старению. Вот это жесткость. То есть, что? Для того, чтобы связки сухожилия были эластичными, пружинистыми, в них достаточно должно быть много клеток, которые над этим работают. Потому что постоянно при нагрузках, при движениях, где-то что-то подрастягивается. Даже ты дернул какой-то вес резко, что-то подрастянулось. Микроскопические вот эти такие надрывчики, они происходят все время. Но, если сухожилие гибкое, если в сухожилии много клеток, которые его восстанавливают, перестраивают, потому что нагрузки меняются. Даже в селе в течение года. Осенью ты таскаешь мешки, это одна нагрузка. Весной ты с тяпкой много работаешь, это уже другая нагрузка. Векторы, направления движения меняются. Чтобы организм мог приспосабливаться к различным вот этим конфигурациям, должно быть много клеток, которые регенерируют эти сухожилия. Строят их в новых, в разных положениях. Но клетки отмирают. Они либо отмирают, либо становятся неактивными. Так, состояние апоптоза, так называемое. Когда под обычным микроскопом смотришь, вроде клетки есть, их много, а они уже не рабочие. Только под электронным микроскопом видно, что они внутри уже разрушены. Значит, нечему, нечему уже поддерживать эту эластичность. Понимаете, нечему. И в этом случае для организма одна защита делать эти связки жесткими. Чтобы они даже не могли надрываться, чтобы они не могли как-то микроэти надрывать, чтобы даже в них не появлялись. Вот. И тогда и не надо будет их восстанавливать. То есть, грубо говоря, связки каменеют. Камень есть камень. Он не растянется, он не спружинит, но ты его и не разобьешь вот так легко. То есть, вот эти отложения кальция в позвонках, в связках, в сухожилиях, они являются защитой, приспособлением к старости. То есть, нет все меньше и меньше клеток, которые могут это регенерировать. А это не обязательно при таких больших разрывах, когда болит, ты чувствуешь эти боли. Нет, это микро-микроскопические надрывы этих волоконец. Они происходят довольно часто у молодых при всяких там растяжках, упражнениях, кувырках и так далее. Они происходят, и организм их спокойненько восстанавливает, перестраивает, приспосабливается. Все нормально, но в старом организме нечему уже перестраивать это все. Было 100 клеток, которые этим занимались, осталось 30, осталось 20, 10 клеток. И уже нечему, нечему восстанавливать. Становится очень мало стволовых клеток, из которых могут образовываться новые. И защита одна сделать, чтобы эти связки сухожилия были окаменевшими. Они становятся, грубо говоря, дубовыми, окаменевшими. Они держат этот сустав уже жестко. Ухудшается, к сожалению, гибкость, ухудшается пружинистость. То есть, если молодой, например, гири на себя принимает, он может даже ногами не амортизировать эти гири. Если они не в сороковке, а хотя бы в двадцать четверке. Просто грудной клеткой спружинить, будьте спружинить. Даже ногами ему не надо. То с возрастом это уже становится опасным. Связки, они прочные, они пружинить не могут. Но при чуть большей нагрузке они будут рваться. Вот такой момент. Поэтому это приспособление к старости, это уже заложенный в генах механизм. Откладывать, откладывать, откладывать этот кальций. Откладывать более жесткие, не эластин, а коллаген. Более жесткие волокна, которые не дают связкам пружинить. Делают их жесткими, крепкими. И организм уже может не заботиться о их восстановлении. Потому что уже и нечему заботиться. Но, соответственно, они за счет своей жесткости нагрузки выдерживают. Естественно, что эти упражнения на гибкость, они немного помогают. Потому что перед состоянием апоптоза клеток, за следующим, за которым уже идет буквальная смерть клетки, есть еще состояние такой гибернации. Это когда клеточки впадают в состояние сна. Гибернация это сон. Вот они такими становятся малоактивными, перестают выполнять свою функцию, но они еще живы. И если их стимулировать, в частности в суставах-связках, это вот этими вот растяжками, аккуратными, постепенными растяжками, они возобновляют свою жизнь и еще некоторое время будут живы. То есть это состояние эластичности связок можно протянуть дольше, увеличить количество клеток, которые этим занимаются. Но буквально на продолжительность жизни это не сильно повлияет. Даже если мы получим там 80-летнего, очень-очень гибкого старика, очень гибкого, он будет там на шпагаты садиться, ноги закручивать за голову и так далее, это не значит, что он дольше живет. Почему? Потому что такой момент, это уже не то, чтобы растянутые связки сухожилия, они уже удлинены в процессе жизни с десятилетиями. Человек вырабатывает, настолько вырабатывает гибкость, так что они растягиваться, пружинить уже не могут, они просто вырастают более длинными. То есть, например, если вырастет более длинное сухожилие на бицепсе, то бицепс станет короче, а сухожилие его станет длиннее. Если вырастут более длинные связки на локтевом суставе, сустав можно будет в ту сторону выгибать. Вот так можно будет его выгнуть в ту сторону. Ну, коленки можно будет выгнуть даже назад, так? И эти связки будут кальцинироваться с возрастом, связки сухожилия, они будут дубинеть, но они просто будут длиннее, больше. Амплитуда движения сустава будет большая. Удлинит ли это жизнь? Весьма сомнительно. Нужно ли это в организме? Очень под вопросом. Ну, нужно ли нам, чтобы наши коленки выворачивались назад, чтобы наши локти могли вернуться аж внутрь? Это так, к примеру. Это относится ко всем суставам. Чтобы наши пальцы могли вот так выгнуться. Сильно ли это нужно? Например, гимнасты, у которых это само собой обязательно, потому что там гибкость невероятная, когда бросают гимнастику, перестают этим спортом уже заниматься, у них вот эта гипермобильность суставов остается на всю жизнь. Потому что он может уже не садиться так на спагат низко, как садил, уже может так не закручиваться, но по-прежнему локти туда, коленки назад, по-прежнему руки могут загибаться куда угодно. И это даже мешает. Потому что, например, чтобы поднять какой-то груз, вот мы ладонью поднимаем груз какой-то, тянем. Нам не надо, чтобы наш сустав мог вот так вот провалиться и перерастянуться в ту сторону. Нам наоборот нужно, чтобы он был жестким. А здесь слишком длинные связки, которые разрешают ему разбалтываться, раскручиваться. Поэтому сильно увлекаться этой гибкостью не надо. И особенно, да, и у гимнасток эта гибкость, эта гипермобильность уменьшается только если они постоянно тренируются. Постоянно напрягают мышцы. Мышцы тогда своими сухожилиями стягивают суставы, потому что если взять сустав, то он окружается сухожилиями. И те реально стягивают при упражнениях. И пока она занимается, эта гипермобильность не так выражена. Перестанет заниматься, опять суставы начинают выгибаться аж куда не надо. В общем, сильно этим увлекаться не надо. И тем более не надо думать, что если ты будешь гибким, то ты будешь жить долго. Нет, у тебя всего лишь будут, грубо говоря, разболтанные суставы, растянутые. Но на длительность жизни это не повлияет никак. Это просто процесс растяжки, к которому твой организм приспособится по-своему. Вырастет длинные сухожилия, связки, но моложе он не станет. Это очень примитивное понятие. Второй пример приведу, это вода. Много пить воды, и сейчас многие думают, что как можно больше надо пить воды. Потому что да, мы же усыхаем, да, у нас морщины, мы в старости уменьшаемся. Надо пить побольше воды, и тогда будешь моложе. Вода будет наполнять наши клеточки. Это часто очень так литературно красиво описывают. Придавать им тонус, бодрость и так далее. И все это ошибка. То есть, воды надо выпивать какое-то количество, и вообще любой жидкости, не именно воды. Но считается, для почек минимум должно быть пол-литра мочи в сутки. То есть, минимум пол-литра жидкости мы должны. Мы можем их и с овощами съедать, мы можем их выпивать в виде воды, чая. Без разницы, соков, хоть чего угодно. Фантазии про память воды, про то, что чистая вода гораздо ценнее для организма, опять же, сейчас считаются недоказанными. Сильно эту тему раскрутили продавцы бутилированной воды. Что именно нужно организму как можно больше и чистой воды. Ни в коем случае, никаких там ни чаем, ничего, а именно воды. Эту тему раскрутили продавцы бутилированной воды. На данный момент она в науке не доказана. И почему? Почему это не имеет смысла? Почему не стоит глотать литрами каждый день воду только ради того, чтобы думать, что это наполнит наши клетки? Потому что, опять же, в процессе старения клеточки просто человека отмирают. Везде. Что в мозгах, что в желудке, что в поджелудочной, в мышцах, в жировых тканях. Только жировые ткани имеют такое отличие, что в них есть так называемые запасные клетки, которые могут превращаться в жировые клетки, в адипоциты. И жир у нас может расти всю жизнь. Вот это одно только плюс. Только он часто растет не там, где надо. Пусть бы на щеках, где в области морщин чуть-чуть подросло. Особенно женщины это волнует. А он растет на животе, на заднице, на лице только в последнюю очередь. Да ты весь уже, как груша. Так вот, в коже, во всем уменьшается количество живых клеток. Опять же, под микроскопом смотришь, вроде бы их много, как у молодого, как и у старого. А масса этих клеток уже не живые. Только под электронным микроскопом будет видно, что они мертвые на самом деле. Апоптос. И эти клетки, соответственно, эту воду в себе не держат. Они держат какое-то минимальное количество воды, те, которые в апоптозе, которые умерли, тех вообще уже нет. Если мы будем пить много воды, то всего лишь мы можем, если такое и произойдет, то мы можем наполнить межклеточную жидкость. То есть, есть клеточки, их раньше было вот так, вот так, вот так. Теперь их стало гораздо жиже. Так, вот, соответственно, межклеточная ткань тоже уменьшилась. Если мы принудительно будем вливать в себя много воды, хоть пить будем, хоть через капельницу, так, будем много воды вливать, закончится это тем, что мы вызовем наполнение лишь межклеточной жидкости. Сами клеточки, как их было, мало, так и будет. Как не набирали они в себя воды, так и не будут набирать лишней, дополнительной. Мы вызовем межклеточную жидкость, наберем, а это отеки. Так. Что такое отеки? Сердечники, почечники и другие. Запухшие глаза. Да, морщин не будет, но глаза будут видеть, что они запухшие. Человек утром просыпается с такой вот щелочкой и не может через них смотреть. Красоты это не добавляет. Отеки на ногах у сердечников. Опять же, это что, признак здоровья? Совершенно нет, так. То есть, избыточное потребление воды, оно не вызовет наполнение клеток водой. Оно не вызовет дополнительную улучшенную работу этих клеток. Это вообще зависит от еще калий-натриевого насоса, так, насколько это в клетках распределяется. Куда идет калий, куда идет натрий. Натрий будет в межклеточном пространстве, калий будет в клетках, так. Но опять же, если мы просто будем больше употреблять калия, чем надо, мы вызовем гиперкалиемию, некоторые аритмии с этим связанные в крови. Он начнет усиленно выводиться с мочой, но не пойдет он дополнительно в клетки сверх того, что надо. Они не набухнут, кожа не приобретет какого-то особого турка. То есть, пить надо, не обязательно именно минималку, это уже минималка для почек пол-литра, можете пить и литры, полтора в день. Но насильно в себя пихать 3 литра воды, вот, это не доказано в медицине. Наоборот, для сердечников, почечников это даже минус. Отеки, отеки, это перегрузка сердца, перегрузка всего. И, понимаете, да, то есть, такое примитивное понятие. Значит, если стало меньше, значит, надо пить воды и станет больше, так. Я стану моложе, я возобновлюсь. Плохая гибкость, значит, надо растягиваться. У стариков плохая, я растянусь и я стану молодой. Нет, например, сосуды сердца, сосуды мозга, от того, что ты будешь больше пить воды или хорошо растягиваться, они моложе не станут. То есть, инсульты, инфаркты, от этого частота не изменится. Ну и вегетарианство. Если взять вегетарианство, то, в первую очередь, оно не основано на том, что йоги, там, проводили длительные исследования, там, брали тысячу людей вегетарианцев, тысячу людей невегетарианцев, сравнивали, кто сколько живет. Нет, вегетарианство основано на джайнизме, в первую очередь. То есть, религия, которая запрещает убивать животных, которая верит в переселение душ, в карму и так далее. Поэтому убивать нельзя никого, даже комара надевают повязки, чтобы случайно не вдохнуть комара. В шею на себе давить не будут, потому что это тоже живые души, как бывшие люди, например. Ну и так далее, там целая философия. И йога очень сильно переплетена с этим джайнизмом. Оттуда вот такое строгое отношение именно к вегетарианству. Про вегетарианство я уже рассказывал, оно имеет свои плюсы, но имеет и свои минусы. В частности, проблемы с кровью, так, из-за B12, витамина, из-за железа. Не хочу в это опять углубляться, но, опять же, как вегетарианство, так и многое философии йоги, так, различные вот эти медитации, дыхательные упражнения, они сильно завязаны на вот этих религиозных вещах, на том, чтобы соединиться где-то там с этим абсолютом, так, вдыхать в себя прану, существование, которое не доказано, так, пытаться материализовать свои мысли, то есть, если сосредоточивать мысли на чем-то, то оно потом сбудется и так далее, и так далее. Много вещей чисто философских, не доказанных, и надо понимать, что это завязано на религии, в первую очередь на джайнистской теории, джайнистских теориях. Это не значит, что оно именно полезно для организма, хотя, например, дыхательные упражнения некоторым людям могут быть полезны. Опять же, если читаешь дыхательные упражнения, что там глубокое дыхание по йоге, но очень медленное, что можно как можно медленнее и глубже дышать, чтобы наполнились легкие большим количеством воздуха. Примитивное немножко понятие. Легкие наполнятся, и не только, если ты будешь два раза или один раз за минуту делать только вдохов, да, и при пяти-шести вдохах легкие наполнятся. Вот, а на самом деле йоговское дыхание является собой торможение, так, задержку дыхания. Оно глубокое, но очень-очень-очень медленное, так. И таким образом тренируются легкие, тренируется переноска крови кислородом, в тканях увеличивается количество миоглубина, запасающего кислород. Оно имеет свой плюс, но смысл действия его не в том, что оно хорошо наполняет легкие, а в том, что, наоборот, оно тормозит дыхание, тормозит, заставляет организм напрягаться и развивать все эти механизмы дыхательной. Это полезно для различной выносливости. Ну и так. Например, упражнения йоговские, статические, так, для сердца, для продолжительности жизни сейчас считаются худшими. Все-таки гораздо лучше динамические упражнения, различные кардиотренировки, те же бег, велосипеды, лыжи и просто различные, там, приседания, бурпы и так далее. Это гораздо лучше для продления жизни, чем статика вот эта. Статика может хороша по-своему, может укреплять суставы в некоторой мере, если не слишком в выкрученном состоянии, застывать в статике. Вот. В йоге она в частности используется в медитации, так, чтобы, например, там, закрутиться и сконцентрироваться на чем-то, там, значит, на каких-то мыслей из головы выбрасывать, да, значит, уходить в медитацию. Вот. А буквальная польза для продолжительности жизни все-таки сейчас считается лучше динамическим упражнением. Ну и прочее, много всего. Например, стойка на голове, что это улучшает приток крови к голове. Да не улучшает оно приток крови к голове, оно увеличивает отток крови, так. Это так логично, людям кажется, что стану на голову и больше крови притечет. А оттекать, возвращаться от головы кровь будет как? Так, там насосиков в венах головы нет, насосиков, которые будут качать. Поэтому лицо не просто становится краснее, оно таком багровым, синюшным становится, если долго стоять на голове. В принципе, это, ну, можно воспринять, как тренировку вен головы, так. Немножко нужно, чтобы и вены были в тонусе, не расслаблялись, чтобы не было застоя. Но назвать это именно притоком крови, нет. Стояние на голове ухудшает отток крови. И человек вот становится синее лицо. В плане какой-то тренировки это может и полезно, но сильно увлекаться не надо и не думать, что вот я буду стоять на голове, у меня кровообращение в мозгу улучшится. Не улучшится. Если у тебя, например, там в сосудах, которые идут в голове, в сонных артериях, как сужение, так как атеросклеротическими бляшками, то ты стой на голове, не стой, никуда это сужение не денется, приток крови в голове совершенно не улучшится, потому что давление в этой сонной артерии и так такое, что если ее, например, разрезать, то кровь будет брызгать метра на два. Не на 20 сантиметров, чтобы голову наполнить, а метра два будет брызгать кровь, настолько там сильное давление. Так что то, что ты встал на голову и какой-то плюса для притока крови не добавит, ну а отбавить как раз, а ток ухудшить может. Поэтому не увлекаться такими вещами. В общем, в целом, для увеличения продолжительности жизни йога довольно слабый механизм, основанный на древних, таких примитивных логических измышлениях, плюс вплетено религиозных, много вещей, которые не обязательно полезны для здоровья. Вот все эти верования в переселение душ. И для продления жизни есть более хорошие механизмы в наше время, как и питание вегетарианское. Опять же, это религиозная основа, а не доказанная для здоровья именно. И некоторые другие вещи. Кому уж хочется увлекаться философией йоги, всеми этими попытками материализовать мысли и так далее, и так далее, ну, дело личное. Пожалуйста, себе хотите увлекайтесь, как хотите. А в плане здоровья польза, несомненно, есть, и от дыхательных упражнений, и от этих растяжек различных. Определенная польза есть, только не нужно слишком уж тянуться до уровня гимнаста, какой-то пользы дополнительной, это практически не даст для здоровья. Но сами по себе ни растяжки, ни питье большого количества воды, ни другие рекомендации йоги жизни не удлиняют сами по себе. А если удлиняют, то совсем чуть-чуть. Вот так. Основывайтесь на научных данных, на современной медицине. В ней сейчас очень много профилактических советов, полезных вещей. Только кто там на эту профилактику смотрит, понимаете? Люди похватываются, когда уже гром грянет. Вот. А потом говорят, а, медицина ничего не лечит. Вот. Профилактики в медицине, лечения на самых ранних стадиях очень много. И это разрабатывается. Вот. Но, к сожалению, мало кто обращает на это внимание. Вот. А всякими альтернативными методами очень сильно увлекаются. Вот. Почему-то думаю, что вот именно они основаны на удлинении жизни. А медицине выгодно, чтобы люди как можно больше болели. Вот. Ну, это, конечно, довольно примитивное тоже понятие про медицину. Вот. Ну, об этом можно в другой раз рассказать. Так ли прям выгодно врачам, чтобы как можно дольше люди болели. И не хотят они, чтобы они были здоровыми. Это уже отдельная тема. Я как врач могу много рассказать. А так, всё. Надеюсь, рассказал понятно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok